Елизавета II нашла способ выселить неугодную супругу принца Гарри из Кенсингтонского дворца. Британская королева подарила молодоженам особняк, который находится в 187 километрах от Лондона. Средневековое поместье, которое преподнесла герцогу и графине соссекской монаршей особы, носит название Йорк-Коттедж. Средневековая вилла располагается среди охотничьих угодий и болот королевского владения Сандрин М. в графстве Норфок. Здание было построено в XIX веке королем Эдуардом VII в бытность его принца Муэльским. Потом особняк перешел к его сыну Георгу В. Общая площадь владения составляет 8000 гектаров. Долгое время постройка служила офисным зданием. Добавим, ранее сообщалось, что после регистрации брака Гарри и Меган, Меган переедут в роскошные 21-комнатные апартаменты и станут соседями родственникам Уильяму Кейт и их детям. Отмечалось, что принц Гарри уже вовсю распоряжается ремонтом в новом семейном гнезде, однако, по словам близких, королевской семьи источников, Елизавета II намеренно решила отослать Меган Маркель подальше. Якобы королева не может простить бывшей актрисе ее незнатное происхождение и спорное голливудское прошлое. Публикация об Коти Ализ Уилкинсон Собака Коти.Ализ 26 мая 2018 в 9 часов 37 минут по часовому поясу Пидите, кстати, это не первый раз, когда Меган пострадала из-за своей актерской карьеры. Стилист Джульетт Ангус Рассказала в своем инстаграм, что до знакомства с принцем многие дизайнеры отказывались работать с Меган, считая ей ее недостаточно хорошей актрисой. Я помню, как пять лет назад безуспешно пыталась помочь своей подруге, стилисту Меган, найти британского дизайнера, который согласился бы с ней работать во время пресс-тура в Лондоне, рассказывает Джульетт. Это была большая, просто огромная ошибка с их стороны, цитирует модель его сайт Комсомольская правда.